Привет! А вам тоже уже начали сниться кошмары про учёбу, а? Чтобы перестать корить себя, что я слишком бездарно провела это лето и не устроила ни единого челленджа, а именно я планировала снять 24 часа рисования, но потом подумала, что это как-то бессмысленно. По сути, этот челлендж просто доказывает, что я могу 24 часа не спать и заниматься одним и тем же. Так вот, заглянув в список того, что я должна снять, я увидела, что там где-то ещё с марта висит два цвета челлендж, которые я на самом деле начала снимать с использованием акварели, но потом случайно удалила это видео. Да, бывает такое. Но я всё равно там ничего не дорисовала. Я не знаю, что тогда повлияло на моё настроение, но я решила, что рисовать я буду маркерами. Сейчас на экране вы могли видеть мои гениальные действия по подбору цветов. Да, я сначала разложила маркеры на столе, потом подумала, зачем я их разложила, взяла пакетик, чтобы туда скинуть, как это делают другие. А потом поняла, что ведь они все разной формы, и я как бы на ощупь могу найти те цвета, которые мне нужны. Поэтому я снова всё разложила на столе и решила подписать числа. И с помощью рандомайзера я выбрала вот эти цвета. В условиях я также себе обозначила, что можно использовать чёрный и белый цвет. Выбор надолкнул меня на весьма очевидную мысль о том, что надо рисовать что-то космическое. И из-за того, что тогда у меня был всё ещё такой довольно-таки неприятный арт-блог, я просидела несколько часов чисто над листом, думая, что мне нарисовать. Поэтому ничего гениального из себя извергнуть я всё-таки не смогла. Я очень часто не показываю процесс скетчинга в своих видео, потому что для меня это слишком сакральный процесс. Ну и ещё, когда рисуешь традишки, лично мне нужно смотреть очень близко к листу, когда я что-то прорисовываю. Именно из-за этого иногда на видео я выхожу за контуры, потому что не могу слишком сильно нагибаться, иначе голову будет видно под камерой. Вы же не хотите смотреть на мою голову? Хотя, может, и хотите, но не важно. Ну, значит, взяла я такая довольная эти два цвета. Думаю, сейчас будет такая пастельно-космическая работа, как я люблю. А потом я поняла, что я перепутала маркер, который фиолетовый, с другим маркером. Они как бы... Упаковка у них похожая? Упаковка? О, боже мой. Ну, внешний вид у них похожий. А один тёмный, а другой очень светлый. Так вот, мне попался тёмный, и я немножко не ожидала этого. И когда я начала красить волосы, я поняла, что что-то как-то темно. Благо, эти маркеры хотя бы немного размываются такими же другими маркерами. Это, кстати, копики. Но на них вроде написано, но это не точно. Не записывайте видео в 3 часа ночи. В общем-то, из-за того, что маркер оказался довольно тёмным, все мои старания с линером, типа, а сейчас я сделаю много штриховочек, ведь это так классненько, они просто не видны. Ну, только вблизи, возможно. Моя идея заключалась в том, чтобы нарисовать девушку, которая как бы переходит в кристалл. Но из-за того, что мне попался тёмный цвет, я немножко не распланировала, как это правильно сделать. Но я надеюсь, что это будет хоть немного понятно к концу арта. В общем-то, мне кажется, что я немного этот челлендж провалила, но в следующий раз я буду делать такой же с тремя цветами и, возможно, уже с акварелью. Или, может быть, три цвета с маркерами и два цвета с акварелью. Или с карандашами. Посмотрим. Последнее время, возможно, вы заметили, я очень часто рисую в диджитале. И из-за этого я немного начала отвыкать от традиционных материалов. И самое смешное, что у меня появилась привычка. Так как я сейчас рисую последнее время на iPad, я начала практиковаться в Procreate. У меня появилась привычка нажимать двумя пальцами на экран, чтобы отменить действие. То есть, альтернатива Ctrl-Z на компьютере. Так вот, на этом видео этого вроде бы нету, но когда я сажусь рисовать травишки, я теперь несколько секунд долблю двумя пальцами по бумаге и такая... Почему? Почему он не работает? Моя бумага зависла? Короче, привычки — это страшная вещь. Работа эта довольно простая, но при этом она многим, как мне кажется, понравилась. Её даже кто-то репостнул в группе. А, да, кстати, про группу. Я сижу, никого не трогаю. И тут вечером, несколько дней назад, я получаю сообщение, что моя группа получила Прометея. И я такая, что? Да ладно, да вы шутите. Ну, может быть, это какое-то оповещение от сообщества в контакте с авторами, потому что я там сижу. Может быть, они говорят про обновление сайта. Может быть, ещё что-то, но нет. Я захожу в группу и вижу, что она горит. И сначала я посидела в шоке, а потом поняла, что я очень хочу нарисовать мини-комикс. Поэтому, ну, как мини-комикс, я даже не знаю, скорее мем. И мне очень понравилось, как там получилось. И я, стилизованная, с эмоцией, типа, что? Это событие помогло мне побороть частично арт-блок и вообще моё состояние, которое было в последнее время. И я так рада, честно. Я не знаю, я несколько минут сидела и улыбалась. Я знаю, что многие из вас также сидят в группе. И это произошло благодаря вам. Поэтому спасибо большое. На самом деле, я мечтала когда-нибудь получить Прометея, но я думала, что это будет когда-нибудь через лет 20. Интересно, через 20 лет вообще будет существовать ВК? О, божечки, но я действительно рада. Я не знаю, я несколько минут сидела и улыбалась. Я не помню, я говорила уже про это или нет. А тем временем в ход пошла белая ручка. Это штука, которая реально вытянула этот рисунок, потому что, во-первых, пока она не засохла, её можно блендерить цвета или что-то типа такого. То есть высветлять их. Да, конечно, я делала это пальцем, потому что палец это лучший инструмент, который у нас есть. Ну, а также добавила мои любимые блёсточки, потому что ну куда же без них. Моя жизнь без блёсточек была бы совершенно другой. И вот несмотря на то, что этот рисунок без какого-то гениального посыла и композиции, в принципе, очень-очень простой, мне очень нравится эмоция, если это можно так назвать, у героини, потому что я давно хотела нарисовать именно такое выражение лица, и у меня не получалось. По крайней мере, меня оно не устраивало. И вот именно на этом рисунке я наконец-то смогла изобразить примерно то, что мне хотелось долгое время. Вот как-то так. А ещё у Mystical Buttons вышло видео с челленджем Draw This In Your Style. И я участвовала в прошлом году, и очень хочу, если успею, поучаствовать в этом, поэтому вы даже можете написать в комментарии под этим видео, поставить ставку «Успею я это сделать или нет?». Там вроде до 30 августа, а сейчас какое сейчас? Два часа ночи, 28 августа. Отлично. У меня ещё есть время. Я ещё не решила, будет это Дидж или Традишка. Но я обязательно должна записать видео. Там очень красивый персонаж, мне прямо очень нравится. Ладненько, что-то я сегодня заболталась, у меня очень странное опять настроение. Если вам понравилось это видео, я буду рада, если вы его поддержите, жмякните колокольчик. Всем удачи, хорошего настроения и пока!